Всем привет! Меня зовут Аян Сокпаева, и я учитель английского языка в музыкальной школе для одаренных детей имени Кляшпа Исейтовой. Итак, тема моего урока – второй тип условных предложений. Урок проходит в седьмом классе. Окей, let's start. Let's go. So, what is second conditional? Что такое второй тип условных предложений? Or actually, we can call it unreal conditional. То есть мы еще можем его называть нереальным видом условных предложений. So, what is it? Давайте разберемся. Before we start, let's speak about the sentence structure. Перед тем, как мы начнем, давайте мы с вами разберемся, как же все-таки строить в условных предложениях второго типа. If plus simple past. То есть условная часть наших предложений стоит в прошедшем времени. And the main clause is used with would plus verb in base form. А главная часть у нас включает в себя would и глагол в начальной форме. Кроме would мы можем с вами использовать could, might. Но if-клуз у нас всегда будет стоять simple past tense. То есть условная часть предложений у нас всегда будет стоять в прошедшем времени. Когда же мы используем второй тип условных предложений? We use a second conditional to express an unreal or unlikely situation in the present or in the future. То есть мы описываем ситуации, которые нереальны в настоящем времени или в будущем. So, but we use simple tense here. Past simple tense and the would, could, might in the second conditional don't refer to the past time. То есть наш past simple здесь не обозначает прошедшее время. They refer to the present or future. Они больше имеют отношение к настоящему или к будущему. But why? Как? Let's see the examples. Давайте посмотрим примеры. Okay, the first example is, первый пример. If I had much money. Если бы у меня было много денег. Now, I don't have much money. But I'm thinking about it. So, if I had much money, what would happen? Что же случится? I would buy a beautiful dress. Я куплю себе красивое платье. Yes, it's unreal for now. But in future, I hope it will happen. Да, на данный момент, может, это и нереально, да? Потому что мы использовали second conditional. Okay, next example. Let's see the next example. If I had million dollars. Если бы у меня было миллион долларов. Wow, a lot of money, yes. What would I do? Что бы я сделала? I would buy an expensive car. Я бы купила себе самую дорогую машину в мире. Yes. Unfortunately, it's unreal for now. На данный момент это да, нереально. But who knows what happens in the future? Кто знает, что будет в будущем? Okay, let's go. So, I will give you a situation. Я вам сейчас объясню одну ситуацию. И попробуем использовать second conditional здесь. Okay, the situation is, you are watching the stars one night with a friend. То есть, вы с другом однажды ночью смотрите на звезды. And you are talking about animals. И вы начали разговаривать про пришельцев. What would you say? Что ты скажешь? If some aliens landed on Earth, если бы какие-нибудь пришельцы прилетели на Землю, what would you do? Что бы ты сделала? As for me, я бы, например, I'd make friends with them. Я бы с ними подружилась. It's very interesting to have alien friends. Думаю, было бы очень интересно иметь друга пришельца. Okay, еще одно правило, которое вы должны запомнить. One more rule. We use where instead of was in the if clause of the second conditional. То есть, в условной части наших предложений мы используем where вместо was. Помним, да, что это такое? Это прошедшая форма глагола to be. Was мы использовали с he, she, it, I. И все. А where мы всегда использовали с you, we, they. Но во втором условном предложении мы всегда используем where. Почему? Потому что хотим сделать акцент на том, что это нереально. Okay? For example, if he were here, если бы он был здесь, but he isn't here, но его сейчас здесь нет, да? For example, if he were here, he would help me. Если бы он здесь был, он бы мне помог. But unfortunately, he isn't here. Но сейчас его, к сожалению, здесь нет. Okay. If I were you, если бы я был тобой. Is it really? Can I be you? То есть, я могу стать тобой на данный момент? Вообще, в принципе, да? No, I can't. So, it is unreal. For example, what are you doing? If I were you, I wouldn't do that. Что же ты делаешь? На твоем месте я бы этого не делал. Или если бы я был тобой, я бы так не сделал. It's unreal, yes? I can't be you. Okay. I would give you situations to practice our second conditional. Теперь я вам дам некоторые ситуации, которые вы должны использовать во втором типе условных предложений. I'm sorry. Okay, let's start. Let's go. If you were alone on an island. Если бы вы были одни на острове. Let's say it's deserted island. Давайте скажем, что это необитаемый остров. What would you do? Что бы вы сделали? Next situation is if you met an Avengers. Что бы вы сделали, если бы вы встретились с Мстителями? I would say hi. Я бы просто поздоровалась. Okay, let's go on. If I had a superpower. Если бы у меня была суперсила. What would I do? Что бы я сделала? I would save the Earth. Я бы спасла Землю. Or I don't know. I would fly to Mars. Или полетела на Марс. Okay, the next situation. If you studied English hard. Если бы ты учил английский усердно. What would you do? Что бы случилось? Что бы ты сделал? For example, if you studied English hard, you would live in London. Если бы ты учил английский усердно, ты бы уже жил в Лондоне. Yes, but unfortunately you haven't started it. So hard. Don't worry. In the future you can do that. Next situation is if you were a teacher. Очень интересная ситуация. What would you do if you were a teacher? Что бы ты сделал, если бы ты был учителем? Okay, think carefully. Подумать тело. Внимательно. Что бы вы могли сделать, если бы вы были учителем? And the last situation. И последняя ситуация. I would travel to London if... Если вы заметили, мы тут немножко поменяли, да? Наше предложение. Я вам даю основную часть, уже результат предложения, а вы должны дописать условную часть. If clause. For example. I would travel to London if I have learned English hard. То есть, я бы поехала в Лондон, если бы учила английский усерднее. I would travel to London if I had learned English harder. Да? Okay. Now, home task. Теперь задание. You should make up 10 sentences using second conditional. Вы должны будете составить 10 предложений и использовать second conditional. Don't forget, не забывайте, you can use second conditional to describe all your crazy dreams. То есть, вы можете использовать second conditional и описать все ваши безумные мечты. For example. If I were a bird, I would fly to North. Если бы я была птицей, я бы улетела на север. Or South. Может, даже на юг. Okay. That's it for today. Это все на сегодня. Thank you for the lesson. Goodbye. See you next time. Увидимся на следующем уроке. Bye-bye.